Добрый день, уважаемые наши телезрители! Сегодня в нашей студии телекомпании НТС мы приветствуем очень интересного гостя. Я представлю вам Аделя Кенежбековича Нурбекова. Он является руководителем Орхузского центра города Бишкек. И сегодняшняя наша встреча будет посвящена теме экологии. И все это неспроста, потому что у нас грядет важный праздник. Праздник для каждого из нас не только потому, что для профессиональных экологов, как вы его называете, День эколога, но и для каждого из нас, потому что все мы дети планеты, и нам хочется, чтобы наш дом оставался чистым, прекрасным для нашей жизни, для будущих поколений. И, к сожалению, сейчас очень много угроз. Аделя Кенежбекович, ну, во-первых, расскажите немножко о себе, расскажите об организации, в которой вы работаете, которую вы представляете, как она называется, и вообще, чем она занимается. Спасибо за то, что вы дали возможность выступить на вашем телевидении. И, как вы сказали, что мы в преддверии большого праздника, это Всемирный день окружающей среды, который праздновается на всей планете, как вы подчеркнули. И поэтому мы все дети планеты должны бережно относиться к ней. Что касается нашей организации, то я представляю сеть Орхусских центров Кыргызстана, которая на сегодняшний день насчитывается четыре офиса, открыты в четырех городах республики. Это в городе Бишкек, Ош, Чулпан-Ата и Нарын. Все они были открыты при поддержке на тот момент центра ОБСВ Бишкеки. Сейчас он называется программный офис ОБСВ Бишкеки. И перед нами были, как бы, не под что поставлено, а мы выбрали миссию, которая состоит из трех частей. Это первое — оказание содействия в решении экологических вопросов с участием всех слоев населения и работающих во всех отраслях экономики, начиная от государственных служащих, заканчивая и послова населения. Вторая часть миссии — это решение всех экологических вопросов, которые стоят перед нами, но, конечно, с участием общественности. Ну и третья — это реализация Орхусской конвенции, международной Орхусской конвенции, которая присоединена с Кыргызстаном в 1998 году. Ваша организация как раз концентрируется на реализации принципов Орхусской конвенции. Вообще само название Орхусская конвенция — это имеет слово какое-то определенное значение, да? Да, она имеет двойное значение. Дело в том, что все задают это вопрос, что такое Орхусская конвенция. Если посмотреть историю, то в 1998 году на четвертой сессии министров окружающей среды Европы состоялось заседание, на котором был поднят вопрос о необходимости кардинально пересмотреть взгляды на экологию и какие-то целенаправленно и совместно решать эти вопросы. Тогда была и разработана эта конвенция. А почему она Орхусская? Она была разработана в городе Орхус, в датском городе Орхус, и поэтому она получила свое название — Орхусская конвенция. Но у нее есть еще и рабочее название — это на основе трех принципов, которые заложены в этой конвенции. Хотя она состоит из 22 пунктов и двух приложений, но в основе нее находятся три самых основных принципа. Это принцип информирования, участия общественности в решении вопросов и доступ к правосудию по вопросам, касающейся окружающей среды. То есть эти три принципа, являющиеся основными принципами Орхусской конвенции, и являются основным направлением деятельности и наших организаций, которые тоже имеют название Орхусские центры. Вот немножко с исторической точки зрения, почему вот к этому периоду, как вы говорите, когда и была принята эта конвенция, вообще народонаселение в нашем мире, оно пришло к тому, что, так, давайте, давайте, да, что-то происходит. За это время очень много произошло больших событий, связанные с катастрофами, с стихийными бедствиями, с нарушениями экологических вопросов, те же пожары с участием, конечно, человека, те же стихийные бедствия, которые происходят, ну и увеличение тех же мусорных свалок, использование вот этих же пластиковых бутылок, все это привело к тому, чтобы человек начал кардинально менять свое самосознание и решать вопрос уже в другом порядке. То есть бережнее относиться к природе, при этом принимая какие-то действенные меры. Поэтому, наверное, и появилась эта конвенция, которой Кыргызстан и присоединился в 2001 году. Все-таки конвенция — это уже документ, да? То есть мы можем сколько угодно уговаривать, но когда мы имеем какой-то вот прям уже официально закрепленный, и мы даем обязательства, что мы будем следовать, вот это помогает? Это следует и самой конвенции. На тот момент всего лишь было несколько стран, всего 16 стран принимали участие. Сейчас уже перешли в несколько десятков, которые приняли решение участвовать в реализации данной конвенции. Поэтому я думаю, что этот документ является одним из основополагающих в экологической сфере. Почему? Потому что вот сейчас в Кыргызстане действует более, по-моему, 13 или 14 экологических международных конвенций. Руховская конвенция стоит в одном ряду одни из первых и одни из необходимых для нашего внимания. Вот вы отмечаете, что 7 лет назад ваша организация появилась, ну, естественно, не без помощи, да, наверное, поддержки, да? То есть это все равно требует сил, это требует информации, понимания, как это делать. Расскажите, пожалуйста, при содействии кого или чего? Да, вы правы, что любое, наверное, начинание, любое начинание должно иметь какую-то поддержку. А тем более в нашей сфере, этой сфере окружающей среды, экологии, это имеет большие затраты, с одной стороны, а с другой стороны, необходимость поддержки. Нам для того, чтобы эти орховские центры появились и для того, чтобы они могли реализовывать все программные вопросы, которые они поставят перед собой, очень много помогло это программный офис ОБСЕ, а тогда он назывался центром ОБСЕ в Бишкеке. Почему? Потому что именно эта организация, эта международная организация в своем названии ОБСЕ, одно слово, есть сотрудничество, поэтому она сотрудничество проявляет через создание таких организаций, которые могли решать вопросы на местах, защищая права людей, которые считают нужным, что экология уже переходит как бы черту, где нужно с ней уже разговаривать на, как говорится, на «вы». Но первый офис, если так посмотреть, вы сказали, 7 лет, первый офис еще раньше был открыт, еще в 2004 году в городе ОЖ на базе, или как бы с помощью двух организаций, опять же, центра ОБСЕ и представительства Европейской экономической комиссии. Там в городе ОЖ была такая общественная организация, и вот предложив ей принять участие в реализации ОРХУСКОНВЕНЦИИ, она второе название получила, как и ОРХУСКИЙ Центр города ОЖ. Но в связи с тем, что государственный орган, наверное, понял, что сам самостоятельно не может реализовать данную конвенцию, а тем более ОЖ находится далеко все-таки, они попросили международной организации здесь открыть наш офис и как бы совместно решать эти вопросы здесь на месте. Вот расскажите немножко, ну хотя бы о текущей деятельности на сегодня. Что у вас прямо такого актуального есть? Примерно около 30 мероприятий они у нас в плане, и все они выполняются при поддержке программного офиса ОБСЕ. И за это время такими массовыми мероприятиями, можно назвать это наши круглые столы, семинары, обучающие тренинги для всех заинтересованных сторон, начиная от государственных служащих, заканчивая и простое население, которых нуждается в получении знаний в области экологии. Мы работаем и с молодежными организациями, со студенчеством, со школьными организациями, организуя различные мероприятия с ними. Соответственно, мы проводим и акции, связанные с уборкой мусора, субботники, все остальное. Мы проводим и аналитическую работу по вопросам, связанным с рассмотрением экологического права. Мы проводим и мониторинг состояния окружающей среды в разных частях нашей страны по вопросам окружающей среды, например, состояния водных запасов, рек, озер, состояния мусорных свалов, в каком они состоянии. Также мы и работаем по проблемам лесопосадков, пастбищ. Ну и, соответственно, мы в этой работе приглашаем и привлекаем участие и общественности, чтобы она тоже вкладывала свои знания, свои умения решать эти вопросы совместно с государственными структурами. То есть наша организация является как бы площадкой между государственными структурами, работающими в экологической сфере, и общественностью, чтобы они могли бы совместно решать вопросы в пользу, конечно же, экологии. У нас бесконечно идут субботники, мы уже к ним привыкли, да? Давайте выйдем на субботник, ну давайте будем прибираться, это же хорошо, не мусорим и так далее. Ну, если честно, вот такие призывы, они уже как-то вот очень опреснились, да? И человек воспринимает, даже не воспринимает их. И вот информированность, о чем вы говорите, мне кажется, должна заключаться еще в том, что мы должны рассказывать, что, почему, зачем нам это нужно, зачем мне, человеку, идти и прибираться на какой-то территории, которая не является моей, да, частной. Да, конечно, вы правы. Дело в том, что если мы не будем информировать наших граждан, нашу общественность о том, что, как относиться к природе, как относиться к экологии, любое наше начинание, любая наша работа будет, она не иметь результатов. Потому что человек, не имея информации, ему остальное уже и не нужно, потому что она будет работать и делать свое, как хочет. Но, информируя человека, что это все-таки ему нужно, что с этим он должен жить, об этом нужно будет ему говорить, наверное, повсеместно. Например, да, я подставлюсь представить себе, что, о чем, как вы говорите на семинарах о необходимости, да, защищать экологию. То есть мы что говорим, что это плохо, или мы говорим, что если мы не будем делать вот так, то с нами случится вот так, вот то-то, да? То есть мы потеряем здоровье, это вредит нашему духу. Да, мы стараемся как бы, как можно больше дать информацию людям, которые должны представить свое будущее. Даже вот мы постоянно говорим о будущем, давайте оставим природу нашим детям в таком состоянии. А почему мы не думаем о сегодняшнем дне? Мы же сами хотим жить в чистоте. Поэтому мы говорим об этом. Люди, посмотрите, ну, посмотрите на свой огород, посмотрите на свою улицу, ну, посмотрите на свой огород, в каком он состоянии, а как его надо очистить, почему вы сами не очищаете, какие у вас есть проблемы в этом вопросе. Мы об этом обсуждаем, решаем. Конечно, не все в руках, как говорится, общественности. Где-то должна главенствующую роль играть и государственные организации, которые отвечают за экологию. Я говорю же, мы в этом году проводим по четыре семинара и круглых столов в каждом регионе. И стараемся каждый квартально обсудить этот вопрос. И задавая вопрос предыдущего оратора, что ты сделал в прошлом квартале, и что ты предлагаешь. Какая-то подотчетность заплачается. Собо собой, должна быть. Почему? Потому что круглый стол просто для того, чтобы поговорить, это не круглый стол. Это просто, как говорится, говорильня. Мы же знаем, что прежде чем выйти перед народом, а народ у нас разнообразный, можете задать любой вопрос, который поставит человека в тупик. И этот человек должен быть подготовлен к ответу. А если этот ответ он сегодня не получит, этот ответ будет и висеть над ним, и будет задаваться он постоянно. И человек должен знать об этом. То есть чиновник должен знать об этом. и отвечать своим намерением, показать, что да, он тоже ответственен за свою работу, он ответственен за ту пост, в которой он отвечает. И, конечно же, он должен слушать народ, слушать общественность. Но при этом может и получить поддержку от нее, где-то что-то надо решить совместными усилиями. Поэтому если он отдельно будет работать, отдельно будет сидеть, варить кашу в своем доме отдельно, без нас, то он не будет решать эти проблемы. И стараемся, конечно, объединить эти усилия вместе. Соответственно, нужна какая-то финансовая подспорья, да? Да, да, да. Откуда это происходит? Даже само проведение круглого стола имеет расходы. Соответственно, даже аренда зала, приобретение каких-то канцелярских товаров. Да, тоже транспорт, чтобы туда поехать, поговорить с людьми, тоже имеет расходы. Все, что мы планируем, а планируем мы сами, самостоятельно, мы передаем на рассмотрение нашему партнеру, программному офису ОБСЕ, для того, чтобы он мог посмотреть и оказаться содействием в бюджетировании этих мероприятий. Все наши мероприятия, которые мы проводим, они проходят под эгидой программного офиса ОБСЕ. То есть я не хочу сказать, что мы зависимы от них. Нет, мы разрабатываем программу сами, разработываем цели сами. Просто мы как бы нашли поддержку со стороны программного офиса в реализации наших программ. Поэтому мы благодарны им. Но, само собой, мы сейчас и не сидим на одном месте, думаю, что все время нам будут искать один с точки. Мы и идем на самостоятельную работу, и предлагаем свои усилия, свои знания, свой опыт и другим организациям, которые нуждаются, может быть, даже и в нас. Поэтому мы участвуем в некоторых тендерах. К сожалению, пока не так успешно, но все-таки, получая опыт, мы все равно работаем. Но основной сейчас донор у нас. А может быть, есть перспективы привлекать социально ответственный бизнес, который тоже… У нас и в плане есть, что бизнес, он будет с нами работать. Мы провели уже несколько мероприятий по встрече для знакомства, во-первых, и предлагали свои знания, усилия, свой потенциал для проведения различных каких-нибудь мероприятий в интересах бизнеса. Такие мероприятия прошли с представителями коммерческих банков, провели мы встречи с малым бизнесом, несколько раз мы проводили производители различной продукции, связанной, конечно же, с окружающей средой. Тоже молокозаводы, те же… Тоже есть отходы. Ну, само собой. Мы им рассказываем, что есть и безотходное производство, есть и такое производство, которое не влияет на природу. Мы обсуждаем эти вопросы. К сожалению, у нас нет таких средств, чтобы могли помогать в приобретении каких-то материалов или уникальных. Но мы можем завязать отношения с теми, кто в этом заинтересован. Сегодня мы уже, конечно же, работаем совершенно иначе. Это и производство колоссальное, которое применяют разные и химические вещества, и какие-то инструменты, какое-то оборудование. И, разумеется, есть много нареканий. Одни жалуются, что они нам не дают жить, другие говорят, мы поддерживаем экономику, мы делаем продукт. Да. Соответственно, вот что-то посредине, какой-то посредник должен быть. Я вот вижу именно, что это вот ваша организация, которая может отчаяние одних донести до других. Да. И давайте найдем какой-нибудь выход. Да, да. Вы правы. К сожалению, у нас не получается получить консенсус между экологическими государственными службами и населением. Потому что у каждого есть свои права и свои обязанности. И чтобы донести до сведений или как бы на эти точки соприкосновения, нужны какие-то органы или какие-то люди, которые могли бы их посадить за один стол и разговаривать. Например, кто-то и работает в энергетике, и собирает энергетический корпус для того, чтобы решать вопросы. Кто-то работает с мусороперерабатывающими заводами, кто-то работает с проблемами воды и загрязнением воды. И адропользование. Недропользование, это само собой, это один из больших вопросов. Поэтому таких организаций очень много, и они очень большую работу проводят. В том числе и мы есть находимся. Но у нас в большей степени мы проводим информирование общественности. Мы в то же время и участвуем и в их мероприятиях, этих общественных организаций, которые проводят разъяснительные работы, и оказываем содействие в совместной работе по информированию. Результаты. Расскажите, пожалуйста. Вот вы с ОБСЕ столько уже делали вместе. Столько уже, как вы говорите, это не 7 лет, а куда больше. Вот прям, может быть, с какой-то конкретикой подойдем. Что именно? Вот на примере. Поэтому мы стараемся, конечно же, отчитываясь перед ОБСЕ о том, какие мы вопросы решаем, какие вопросы мы поднимаем, мы в то же время и думаем о том, что мы должны отчитывать перед общественностью. И во всех различных мероприятиях, которые мы проводим, мы обязательно приглашаем их представительство для того, чтобы они послушали нас, как мы уйдем. И в то же время помогли бы организовать эти мероприятия. Я благодаря им за то, что они не безучастны в этих процессах, они всегда с удовольствием принимают участие. Вот так, в частности, могу сказать, что в прошлом году мы проводили несколько мероприятий, в котором приняли руководство программного офиса ОБСЕ в наших мероприятиях. Тот же, та же акция, которая была направлена ко дню, Всемирному дню чистоты на побережье озера Иссыколь. Мы убирали большой мусор, и тогда приехали руководство со своей командой, программный офис ОБСЕ, это посол господин Рогов, и сам принял участие в уборке мусора. Само, я думаю, что то, что мы работаем, то, что ОБСЕ дает хорошую оценку о нашей работе, это результат того, что впервые в Кыргызстане была проведена встреча Орхусских центров Юго-Восточной Азии, Закавказья и Центральной Азии за пределами стен секретариата ОБСЕ, который находится в Вене. Это впервые за пределами стран. И именно в Кыргызстане мы провели его, на котором присутствовали 57 представителей Орхусских центров из 25 стран и само секретаря ОБСЕ. То есть около 100 человек приехало, и вот они дали оценку нашей работы своим присутствием, но и в то же время мы обсудили многие вопросы, которые связаны с проблемами окружающей среды. Все-таки мы говорим об экологии. И что сейчас насущно и злободневно для нашей страны? Это какие зоны, это какие места, это, может быть, какие-то природные пункты, да, точки? Мы всегда говорим, что и обращаем внимание на озеро Иссыколь, конечно, потому что это как туристический центр, безусловно, да, но мы должны понимать, что мы сами приглашаем туда туристов, и нам нужно сделать со своей стороны что-то, чтобы там все время наводить порядок. А вот, например, есть заповедные зоны. Мы часто говорим про сырочелек, про сохранение наших лесов, орехов и так далее. Вот там действительно есть угрозы того, что сегодня там что-то происходит, что не должно происходить в заповедниках? Я вот сюда ехав, посмотрел там социальные сети, посмотрел и вот прочитал одну ссылку, которую написал один социальный, ну, один кто-то в социальных сетях, один парень, звать его Сергей, по-моему. Он написал, я не ожидал, что мы относимся к природе так, ну, так небрежно. Он взял своих гостей, которые приехали из-за рубежа, и повез их в Аламединское ущелье, заповедная зона. Я хотел показать красоту наших гор, говорит он. Хотел показать чистые реки, посмотреть, какие у нас имеются леса. Когда зашли туда, увидели, на каждом кусту лежит гора мусора. И я, говорит, застеснялся и не знал, что делать. А что сделали туристы, иностранцы? Они вытащили пакет и начали собирать. Понимаете, мы иногда говорим, что у нас самое чистое озеро, самое чистое небо, самые чистые горы. При этом мы ее настолько загрязняем, что скоро, наверное, будем стыдиться за эти слова. Поэтому я думаю, что эти проблемы не только находятся в заповедниках, особо охраняемых местах. Конечно, говорят то, что это заповедники охраняемые, должны быть они в три раза охраняться. Три раза смотреть за этими делами с особой зоркостью экологии и защищать их. Но смотрите, что делается. Несмотря на это, проблемы возрастают и возрастают. Тоже озеро Иссыкуль, оно же полностью имеет на дне эти сетки от рыбы. Каждый год мы их собираем, но они все равно не уменьшаются. Сейчас очень большое количество их на Сонкуле мы уже начали находить. А что происходит? Вырубка лесов в заповедных местах, на дрова или еще куда-то уносится. Это тоже самосознание людей. Можно сказать, что это рядовое или еще что-нибудь. А тоже браконьерство, о чем говорит. Это тоже отношение к природе. Может быть, из-за безысходности кто-то говорит, что людям нечего кушать или еще что-нибудь. Но извините, пожалуйста, сейчас уже не то время, когда мы считаем, что у нас настолько плохое состояние экономики. Она уже поднимается. То есть и у людей появляются деньги. Но давайте относиться бережно к себе и вокруг себя. Поэтому, конечно, мы стараемся проводить различную разъяснительную работу о том, чтобы особое отношение было к природоохранным местам нашего заповедника, лесах или где-нибудь пастбищных мест, где нельзя находиться туристам. Но в то же время, если мы это все закроем от человека, тогда нам остается жить возле своего дома и все, и не выходить на природу. Вот мы сейчас подошли как раз к вопросу об осознанности. Вот информированность, над которой вы работаете, она приводит к тому, что мы достучимся мы до этого сознания. То есть у нас бедные страны или какие-то развивающие страны не такие, как развитые. Разве от достатка денег в кармане зависит твое поведение? Бросить бутылку в мусорку или бросить ее на пол? Ну, понимаете, многие говорят о том, что нужно повышать самоосознание, начиная с детского возраста. То есть начинать это экологическое образование в школах, в вузах и затем потихонечку давать. Многие говорят, что нужно будет ежедневно или ежечасно об этом говорить, писать, информировать общественность, что нужно вот так вот относиться к этой природе. Многие говорят, надо пересмотреть отношения государственных структур в вопросах экологического направленности, то есть защиты, выброса парниковых газов, выброса в атмосферу тех же сбросов всяких пансионатов, те же сбросы в озера, нечистот, которые имеются, даже здесь в городе, если посмотреть на БЧК, помните, посмотрите, в каком состоянии она тоже. То есть очень много вопросов, которые мы должны поднимать и поднимать. Но я думаю, что все это нужно делать вовремя. Мы, конечно, упустили тот момент, когда этот вопрос надо было еще поднимать, и в день, когда мы стали независимыми, и тогда надо было начинать этот вопрос поднимать. Но тогда экономика совсем была слаба в этом вопросе, и вопросы экономики стояли, по-моему, на 50-м месте. Возможен ли баланс? Или обязательно нужно делать выбор в пользу экономики или экологии? Когда мы что-то открываем, когда мы что-то начинаем разрабатывать, когда мы инициируем производство? Когда-то раньше об этом, этого баланса, и не думали, потому что считали, что надо поднять бюджет, надо поднять экономику и все остальное. Давайте это потом, как-нибудь завтра решим, может быть, послезавтра. Сейчас надо уже накормить людей. Поэтому и занимались, и оставляли его на потом. Сейчас уже не надо этим заниматься, надо все вместе, в совокупности решать вопрос. Даже страны мира об этом говорят, о том, чтобы сейчас переходить на экологическую, зеленую экономику, чтобы она была именно доступна. С одной стороны, она была не то, что чистая, а то, чтобы она была благополучной для жизни человека. А с другой стороны, конечно, она экономически помогала человеку прожить. Поэтому надо находить этот баланс и находить те пути. И, может быть, даже мы сейчас и живем в каком веке? В веке, когда происходят инновации. И использовать эти новые методы, которые позволяли бы промышленницы нас перевести на более экологическое направление. Поэтому об этом и идет вопрос. Я тоже думаю, что и государство должно к этому прислушиваться. И я очень рад, что сейчас потихонечку идет этот процесс переосмысления, перевода глаза на то, чтобы экологически рассматривать эти вопросы вместе с экономикой. Экологию рассматривать вместе с экономикой. А смог — да. Ну, смотрите, из-за чего. Ну, смог — мы сами знаем, из-за чего. Там 4-5 причин из-за того, что это произошло. Но это решаемо? Конечно, это решаемо. Мы это создали своими руками. Мы должны своими руками его и разрешить. Вот об этом вы говорите на тренингах, на семинарах. Мы это требуем. Не то, что требуем. Мы, конечно, информируем общественность, что эта проблема из-за этого произошла. Но и предлагаем. Пришло время, когда нужно потратиться, найти средства на то, чтобы у нас воздух оставался чистым. И мы могли как-то существовать в более или менее приемлемой обстановке. Да, я так думаю. Ну, у меня, вот, мы подходим к концу, да, и у меня есть такая просьба к вам, Адиль Кенчбекович. Вот, может быть, вы что-то скажете нашим телезрителям, да, вот как человек, в преддверии праздника, тем более Международного дня окружающей среды. Что вы хотите донести, да? Что мы должны понимать, что мы все граждане нашей прекрасной страны с удивительной природой, что мы должны прежде всего помнить? Я помню, когда, ну, лет 30 тому назад, 20 тому назад, мы всегда гордились тем, что наша страна, говорили, вторая Швейцария, или первая еще какая-то, говорили. Они никогда не говорили, что это мы, Кыргызстан. Это Кыргызстан, 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 первая в чем-то. Но, наверное, настала пора говорить о том, что у нас самые красивые горы и самые чистые воды уже во всеослышивании и подтверждать эти своими словами, своими действиями. Поэтому я уверен, что мы, общественные организации, которые стремятся к этому вопросу, чтобы он поднялся на высоком уровне, чтобы он разрешился, и госчиновники, я и сам был госчиновником, чтобы мы повернулись к этому вопросу уже в полный рост, как говорится. Да, многие в этом году, видите, мы уже, мы этот год недаром, президент назвал, что это годом, отмечаем, что годом гор, развития гор. Поэтому и многие мероприятия будут проводиться в рамках, опять же, экологического, может быть, экологического мероприятия. Тоже экологическое образование, которое мы стремимся развивать среди наших, среди нашей молодежи. Если мы все вместе этим вопросом не займемся, если этот вопрос не будет стоять на переднем плане, мы опять уйдем в те годы, когда будем говорить, прежде всего, экономика, а экология потом. Поэтому я призываю всех к этому вопросу. Недаром мы, все-таки, отмечая день окружающей среды, всегда поднимаем вопрос, почему-то в преддверии этого праздника, а не весь год. И вот мы уже на протяжении 13 лет профессионально празднуем этот праздник. И вот я вот призываю профессионалов этого дела, работающих в сфере экологического направленности, то есть госчиновников, пусть они и выполняют свои обязанности в соответствии с теми задачами, которым бы они поставили перед собой. Спасибо вам большое за пожелания. Мне тоже кажется, что не только профессиональные экологи, пусть каждый из нас, каждый житель нашей страны, хотя бы на немножечко будет по жизни экологом. Не на один день, не на два дня, не на один субботник или на какую-то одну уборку. А в принципе всегда помнят, что я за экологию и я частичка этого. Спасибо большое вам за хорошую беседу. Я очень надеюсь, что сознание, мы до него все равно доберемся, рано или поздно. Ну а всех поздравляю, конечно, с этим замечательным днем, днем эколога, днем международным, международным днем окружающей среды. Спасибо.